Дорогие украинцы и украинки, несколько важных вещей за этот день. К счастью, 151 из них был сбит нашими войнами. И это очень важный результат. Да, не все. Да, есть попадания. К сожалению, есть потери, есть жертвы. Но удается и спасать наших людей. Я благодарю каждого воина наших мобильных огневых групп во всех регионах боевого дежурства. Я благодарю каждого летчика и инженера воздушных сил, всех наших воинов противовоздушной обороны. Будем и дальше наращивать наши огневые возможности, украинскую ПВО. Больше систем ПВО и других средств поражения российской авиации означает более близкий мир. Я благодарю каждого в мире, кто нам с этим помогает. Будет в Украине больше ПВО. Очень активно над этим работаем. Второе. Наши силы обороны состоят из многих элементов, многих бригад и подразделений. И каждая, которая действует на фронте, каждая, которая защищает государство от российских диверсантов и террора, каждая, которая выполняет боевые задачи, заслуживает благодарности и уважения. Российские убийцы и пыточные не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине было много когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась. Каждый, кто защищает жизни людей, выполняет самую почетную миссию, которая только может быть в условиях такого античеловеческого вторжения. И мы должны полностью защитить жизнь, защитить в своем доме. Я благодарю всех, кто поддерживает нашу защиту, украинских защитников и защитниц. Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи, все. Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией, в силах обороны, там на передовой, защищают жизнь и человечность, поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь с людьми. Они в двух с половиной тысячах километров, где-то там, заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить. Я благодарю каждого, кто в Украине и с Украиной делает все для того, чтобы сохранить жизнь. Благодарю всех, кто помогает и кто действительно рядом, действиями и молитвами. И я хочу сегодня особо отметить воинов нашей национальной гвардии, которые вместе со всеми сражаются на фронте, на востоке, на юге Украины. Воины третьей бригады оперативного назначения. Младший сержант Виктор Иванов и лейтенант Кирилл Кудинов. Пятая слобожанская бригада нацгвардии. Солдаты Сергей Турилкин и Николай Гнатюк. Отмечу также воинов первого и третьего штурмовых отрядов Центра специального назначения нацгвардии Омега. Благодарю вас за мастерство и необходимые Украине результаты. Также по итогам этих недель есть за что поблагодарить воинов подразделений ГУР. Детали публично раскрывать сейчас не стоит. Но их работу враг действительно ощущает. И чем больше российское государство будет терять, тем скорее все зло войны уберется с нашей земли. Говорил сегодня с президентом Франции Макроном. Больше часа длился разговор. Благодарен Эммануэлю за его новые инициативные шаги в поддержку Украины. За лидерство, которое придает всем нам в Европе силы. Благодарен за новый оборонный пакет. Обсудили график и ключевые ожидаемые результаты нашей будущей встречи в Украине. Еще одно. Сейчас начинается священный для мусульман Украины и мира месяц Рамадан. И в этом году Рамадан, к сожалению, омрачен войной и страданиями, которые не утихают. Пусть за этот месяц мы все все же станем ближе к честному и справедливому миру. Не только для Украины, а для всех народов, которые страдают сейчас от войны. Это в силах человечества достичь такого единства, чтобы справедливость оберегала жизнь от войны. Я благодарю всех, кто помогает Украине и украинцам. Спасибо каждому и каждой, кто защищает жизнь и справедливость. Рамадан Мубарак. Слава Украине!